На Ставрополье единственные производители лактозы пошли дальше и начали изготавливать важнейший элемент для восстановления микробиома человека – лактулозу. Сироп лактулоза может выступать как пребиотик, а может и как слабительное. Все зависит от количества. Если мы получаем 5 грамм, то эта доза увеличивает количество полезной бифидофлоры в организме. Если 30, то наступает слабительный эффект. Лактулоза – это пребиотик, то есть наш организм не усваивает этот углевод. Он проходит через верхние отделы желудочно-кишечного тракта, преимущественно попадает в толстый кишечник, где влияет на развитие условно-полезной микрофлоры – это бифида и лактобактерии. Они начинают развиваться и подавляют своим развитием, подавляют развитие гнилостной и патогенной микрофлоры. Таким образом, смысл пребиотика в том, чтобы подкормить правильную микрофлору, а она уже в свою очередь будет оказывать полезный эффект на организм в самых разных аспектах. Проект реализуется совместно с Министерством образования и Минпромторгом России. Научным партнером выступил Северокавказский федеральный университет. Над проектом лактулоза работала группа ученых – порядка 15 человек. Так, совместными усилиями к концу второго года проекта был выпущен в продажу первый российский сироп лактулозы. В названии увековечено имя Андрея Георгиевича Хромцова. Именно он в 2001 году получил государственную премию за первую отечественную технологию производства лактулозы, которая теперь успешно реализована. Данным направлением научная школа академика Хромцова занимается уже достаточно долгое время, на протяжении нескольких десятилетий. Но не все технологии были внедрены в свое время в Россию. И сейчас мы подошли к такому технологическому уровню, когда мы поняли, что мы здесь, в Ставрополе, можем внедрять те знания, которые были когда-то получены в рамках университета нашими отцами-основателями этих технологий. Ученые доработали технологии на современный лад, обновили оборудование, подходы и принципы производства. Это баромембранная установка. Она служит для того, чтобы концентрировать или очищать разные растворы в пилотных масштабах соответственно. Например, если нам надо сгустить, как банальный пример, молоко, то мы можем путем мембранной фильтрации, то есть определенный фильтр, сконцентрировать молоко, то есть воду убрать, а молоко сконцентрируется. На сегодняшний день в нашу страну завозится примерно 6 тысяч тонн сырья в год. Оно разливается по формам и поступает в аптечную сеть. Сейчас на комбинате запущено комплексное производство. Нашими учеными разработано уникальное оборудование нужных форм и объемов, которое позволяет производить продукт более высокого качества. В дальнейшем молочный комбинат готовится заместить импорт. В России технология реализована впервые. Это большой успех.